Всем привет, с вами Маша Мэйр и сегодня вам расскажу о том, кто выпустил первые 100 самоуправляемых автобусов, что Xiaomi впервые вошла в тройку лидеров и секретные функции айфона, о которых вы ну совсем не знали. Новости, благодаря которым вы сможете поддержать любой разговор. Китайская компания Baidu, которой в том числе принадлежит одноименный поисковик, рассказала о выпуске первых 100 автобусов с технологией автопилота. Автобусы вмещают в себя до 14 пассажиров. Автопилот Apollo, которым оснащены машины, относится к четвертому уровню автономности. Автомобиль может полностью взять на себя управление в определенных условиях. Сейчас с Apollo работают 116 компаний, в том числе Jaguar и Land Rover. Автомобили без рулевого колеса и с высокой степенью автоматизации будут использоваться в Китае и в Японии. Первые автобусы выйдут на улицы Японии в 2019 году при содействии SoftBank. Китайская компания также анонсировала и технологию Kunlun, которая будет использоваться для обработки естественных языков. Например, для распознавания голоса водителя. Китайская компания Xiaomi впервые вошла в топ-3 самых продаваемых поддержанных смартфонов в России. Первую строчку удерживает iPhone. Средняя стоимость смартфона на вторичном рынке за год упала всего лишь на 1%. А второе место занимает южнокорейский бренд Samsung. Стоимость его поддержанных смартфонов за год, внимание, выросла на целых 12%. Эксперты издания объяснили, что рост средней цены смартфона связан с ослаблением курса рубля, так как все эти устройства импортируются. По их данным, рост перепродаж Xiaomi связан с почти трехкратным ростом доли бренда на рынке новых смартфонов в 2017 году. А теперь я вас просто удивлю. Я просто могу поспорить с вами, что о таких функциях iPhone вы даже и не догадывались. Ну вот, например, на вкладке «Клавиши» стандартного приложения «Телефон» один раз нажмите на зеленую кнопку вызова, и вы увидите номер, по которому звонили в последний раз. Не впечатлило? Уже знали? Ну ладно. А удаление цифр в калькуляторе? Если вы заметили ошибку в набранном числе, то удалите любое крайнее число, проведя пальцем – слева или вправо в поле для ввода. Ага, вот она! Сама в шоке! Далее – вычисление в Spotlight. Просто наберите что-то типа 100 фунтов, и вы получите эквивалентное значение в килограммах. Приложение «Уровень» – проведите пальцем справа налево в приложении «Компас», чтобы превратить ваш iPhone в измерительный инструмент. Случайно закрыли вкладку? Вы ведь знаете, что надо удерживать кнопку «плюс» в Safari, и вот – вуаля! Желаю, чтобы ваши телефоны не терялись, ну а если все-таки это случилось, то просто спросите у Siri, чей это телефон. И голосовой помощник расскажет, как можно связаться с владельцем устройства. Желаю вам отличного настроения, хорошего дня, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok